Современные технологии, цифровые технологии, конечно, предусматривают использование огромного числа гаджетов, да, и смартфоны, и телефоны, и ноутбуки, да. Мы, врачи-офтальмологи, теперь, как сказать, в таком раздумье, да, какой из этих гаджиков все-таки поможет ребенку, чтобы в обучении и в то же время сохранить его зрение. Из всех этих гаджиков, конечно, более полезны ноутбуки. То есть, чем больше гаджет по форме, по объему, оно, конечно, меньше влияет на зрение. Но если взять все научные исследования международной офтальмологии, проводилось уже на современном этапе 15 таких исследований, из них 9 доказательных, которые доказывают, что сами по себе гаджеты на зрение не влияют, а влияет нарушение использования, то есть режим использования этой аппаратуры. До 7 лет, по данным этих исследований, категорически запрещается ребенком давать на игры, на какие-то другие цели пользования гаджетов. Ребенок, достигший 7 лет, уже может пользоваться гаджетами, но в течение 30 минут. После его использования он должен обязательно в течение 60 минут отдыхать. И в течение дня эти использования, работа за гаджетами, может составить только 3 раза. То есть в течение дня 3 раза, по 30 минут с отдыхом в течение часа. А уже ребенок, когда пойдет в школу, сейчас дети идут 6 лет, в среднем 7 лет идут, ребенок должен соблюдать строго режим использования. По этим данным исследованиям, по 9 доказательным исследованиям, при работе с гаджетами должны соблюдать режим зрения. То есть на какой дистанции от глаза до гаджета должно располагаться это изображение. Это изображение должно быть не меньше 50 сантиметров. Человек уже по профессии должен, обязан с этими гаджетами работать, то он может работать без отдыха 3 часа. Потом в течение 20 минут он должен делать гимнастику для глаз. Отдых, гимнастику для глаз. Тут, конечно, опять освещение. То есть если наши дети пользуются этими гаджетами за столом, как положено, то, естественно, они нанесут меньше вред. Дистанция. То есть любой ноутбук, любой гаджет должен находиться на уровне вытянутой руки. Ну, для улучшения зрения, конечно, рациональное питание. Обязательно мясо нужно получать. Для непосредственно, для органа зрения, для соединительной ткани, нужен кальций, это творог, это молоко. Обязательно употребление яиц. Из растительного лютина в чем содержится? В моркови. И еще больше всего доказано, что содержится в кукурузе. Кукуруза сарая, вареная, консервированная. В чем заключается гимнастика для глаз? Это движение глаз. Направо-налево два раза, вверх-низ два раза. По часовой стрелке, против часовой стрелки пять-шесть раз. И сюда же добавляется гимнастика для дали. То есть, человек, ребенок или взрослый человек встает в открытое пространство. Ну, мы говорим, ближе к окну подойти и смотреть далеко-далеко, три секунды и пять секунд на свой нос. Если вы возьмете европейские школы, да, там дети не сидят целый день за гаджетами, да, у них нет предмет за предметами, все. У них какие, какое обучение проходит? У них на воздухе, на свежем воздухе, развлекательные, да, вот эти все обучения проходят. А азиатский тип, это Япония, Китай, да, Казахстан сюда тоже мы относим. Мы привыкли то, что вот, да, ли, ты должен с утра до вечера делать вот эту работу, да, вот это все, эта работа. Вот здесь, конечно, нужно пересмотреть, вот уже, как сказать, нормативы образования. Если взять последнее вот выступление министра цифровой технологии, да, я сама так, мельком так видела, он что сказал? Первоклашки, вы не будете таскать рюкзаки и сумки, мы каждому выдадим, ну, не всем каждому, но планшеты вам выдадим, да, вы будете работать уже за гаджетами, да, то есть вы, дети все, я буду, я буду, да. А на самом деле, конечно, если вот не будет, как сказать, режима использования вот этой аппаратуры, естественно, количество пациентов у нас опять увеличится. Поэтому здесь, конечно, нужно пересмотреть. Позанимались полчаса, да, урок полчаса, не 40 минут, как сейчас, да, урок, 30 минут, ну, надо 20 минут делать отдых, да, развлекательный это все. Ну, для этого, конечно, целая вот реорганизация нужна будет.